Наш крейсер поднял якоря над водой. К смертельной мысхватке готовы. Парадный был вид. У команды родной все ждали последнего слова. Стоял командир корабля. Был вид у него все же встревожен. За нами осталась родная земля. К ней доступ врага невозможен. Хочу всем последнее слово сказать. С эскадрой врага будем биться. Придется в бою там нам всем умирать. Есть время друг с другом проститься. Родные сынки, я вас всех попрошу. Нет права назад нам вернуться. За смерть вашу грех я на душу возьму и волны над нами сомкнутся. Врага уничтожить мы в море должны. Не дать им возможность пробиться. И нам не уйти от своей судьбы. Нам кровью придется умыться. Зарел над крейсером гордый наш стяг. Взревели протяжные моторы. Швартовые сняты и курс наш был взят. Уходим без страха мы в море. И вот показалась эскадра врага. Готовые орудия к бою. Обнялись в последний мы раз, как всегда. Стояли к врагу мы спиною. Смотреть не хотели мы в смерти в глаза. С родными мы в мыслях прощались. Прощалась и с нами родная земля. От боли сердца наши сжались. И тут стрепенулась наша душа. От злоба мы все закипели. И залп орудийный бунтал врага. И волны от взрывов шипели. Горела эскадра. Горели и мы. Врага беспощадно топили. Не пять мы не дали им нашей земли. Мы палубу кровью залили. Прощайте, товарищи. С Богом. Ура! Сказал командир, умирая. Теперь надо мной сомкнется волна. И мне она будет родная. Приняло тело морская волна. Пошел все ж на дно. И наш крейсер. Мы шлюпки спустили. Кто жив еще был. Над нами кружил врагар-мейсер. И скажет, ни камень, ни креск дерегли. По словам русского флага. И все же не дали врагу мы пройти. И чей сохранили мы стягах. Эдуард Асадов. Помните. День победы. И в огнях салюта будто гром. Запомните навеку, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало десять человек. Как понять и как осмыслить это? Десять крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света и живых. Отчаянно живых. У любого где-то дома и хата, где-то сад, река, знакомый смех. Мать, жена. А если не женаты, то девчонка лучше из всех. На восьми фронтах моей отчизны уносим войны водоворот. Каждую минуту десять жизней. Значит, каждый час уже шестьсот. И вот так четыре долгих года. День за днем. Невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. Мир пришел, как дождь, как чудеса. Яркая синяя душа, а поля. Вешний ветер, птичьи голоса, облаков вздымая паруса, как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется к каждому, кто молод и горяч, кто бы ныне был летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. Да, прекрасно думать о судьбе. Очень яркой, светлой и красивой. Но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь кружась меж планов и идей. Мы, нередко, честно говоря, тратим время попросту зазря. На десятки всяких мелочей, на тряпье, на пусть идей книжки, на раздоры, где не прав никто, на танцульки, выпивки, страстишки. И, господи, да мало ли на что. И, сметя все мелкое, пустое, скинув скуку, черство, середине, вспомнив вдруг о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивая круто, чтоб любить, сражаться и мечтать. Чем была оплачена минута, каждая, при каждой минуте, смеем ли мы это забывать? И, шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрится верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас. Спасибо. 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 Спасибо.